Добрый день! Я решила объединить все вместе, потому что они связаны. Ярослав Махначев, Вечерний Барнаул, спрашивает, кто и по каким вопросам сейчас обращается за бесплатной юридической помощью? Алтайская правда задает вопрос, возросла ли в связи с эпидемией потребность жителей в бесплатной юридической помощи? Татьяна Гладкова, портал Толк, задает, кто и как может получить бесплатную юридическую помощь, как она будет осуществляться? Давайте мы с этого вопроса начнем. Спасибо большое. Средний душевой доход семей ниже величины прожиточного минимума. Это инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, дети инвалиды, дети сироты, лица желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Этот перечень достаточно велик. Хотела бы сказать, что по ситуации, которая в настоящее время складывается в сфере оказания бесплатной юридической помощи, есть определенные корректировки, отличные от обычных лет. Если в прошлом году у нас за истекший период, то есть за три месяца была оказана юридическая помощь адвокатами только более чем 50 лицам по различным вопросам, по различным ситуациям, в том числе представлены их интересы в суде, то значительно сократилось в марте количество оказываемой юридической помощи очной в связи с тем, что не поступает обращений. Связано, конечно, это с режимом самоизоляции и полагаю, что по истечении этого режима мы будем ожидать и ожидаем он, конечно, закономерно значительный рост обращений за получением этой помощи. Вместе с тем, с сокращением обращений личных за получением бесплатной юридической помощи, мы, естественно, во второй половине марта и уже в истекшем периоде апреля получили значительный рост обращений в электронной форме. Это горячие линии, которые работают и у всех органов власти, края, и в адвокатской палате, в управлении юстиции. Соответственно, в рамках этих горячих линий помощь оказывается в устной форме. Проговариваются все возможные вопросы, в том числе, конечно, обращаются граждане не только те, которые подпадают под категорию, а, собственно говоря, наверное, все граждане, которым нужна юридическая какая-то консультация. И эта консультация оказывается. Спасибо. Оксана Викторовна, еще одна группа вопросов посвящена оказанию онлайн-услуг. Вот Ксения Шубина-ТАСС задает такой вопрос. Какие услуги, которые предоставляют ЗАГСы Алтайского края в связи с пандемией и самоизоляцией, переведены в онлайн-режимы? Есть ли на них спрос? Ольга Ведерникова, Комсомольская правда, спрашивает, будет ли на Алтае организована возможность торжественной онлайн-регистрации брака? Есть ли вообще на это спрос? Кто-то уже обращался или нет? И сюда же можно добавить вопрос Елены Пацар, Амител, о том, как сейчас регистрируют браки. И далее Хижняк, Катунь-24, спрашивает, если регистрация брака или развода выпала на дату, когда его не производят, то в каком порядке осуществляется перенос? Спасибо большое. Вопрос, действительно, прозвучавший, наверное, уже в средствах массовой информации, онлайн-регистрации и онлайн-режим. Хотелось бы, наверное, несколько прояснить эту ситуацию. Действующим федеральным законом об актах гражданского состояния онлайн-режимы регистрации государственной не предусмотрены. Результатом заседания Президиума Координационного Совета при правительстве Российской Федерации стало поручение Минюсту России проработать вопросы дистанционной регистрации актов гражданского состояния. В настоящее время разрабатывается проект закона, который смог бы реализовать суперсервисы регистрации онлайн, это утрата близкого человека и рождение ребенка. Но в настоящее время до внесения изменений в законодательство, до проработки технических вопросов действует положение федерального закона, который предполагает, что подать заявление о государственной регистрации заключения брака, рождения ребенка, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, смерти можно в электронном виде через портал Госуслуг. Вместе с тем, сама государственная регистрация акта гражданского состояния имеет явочный характер. И в назначенное время, либо вступающим в брак, либо лицу, который обращается за регистрацией рождения ребенка, через портал Госуслуг необходимо явиться в орган ЗАГС, где будет составлена актовая запись, гражданин должен с ней ознакомиться, поставить свою подпись и получить личное свидетельство строгой отчетности о государственной регистрации. Поэтому в настоящее время ни юридической, ни технической возможности осуществлять онлайн регистрации заключения брака не имеется в органах ЗАГС Алтайского края. Спасибо. Оксана Викторовна, идем дальше. Вот Ярослав Махначев, газета «Вечерний Барнаул» спрашивает вас, как повлияла ситуация с коронавирусом и ограничениями на сферу ответственности ЗАГСов? Как изменилась их работа? Забирают ли заявления на регистрацию? Ожидается ли свадебный бум после снятия ограничений? А Алтайская правда задает такой вопрос, как вы считаете, будет ли бум разводов после самоизоляции, как это произошло в других странах? Вот бум браков, заключение браков и наоборот бум разводов. Ну, здесь, наверное, даже не столь характеризуют эти процессы слова бум, поскольку закономерно мы с вами в настоящее время принято решение в Алтайском крае об ограничении государственной регистрации заключения брака в торжественных условиях. Соответственно, только за апрель более 600 пар, которые планировали зарегистрировать брак, они перенесли даты заключения брака на период после 1 июня, как было рекомендовано правительством и Минюстом Российской Федерации. Соответственно, количество заключаемых браков у нас в этот период закономерно уменьшилось, потому что заключаем браки только в том случае, когда нет возможности перенести условия, которые определяют вступающие в брак. Это может быть угроза жизни, угроза здоровью, какие-то форс-мажорные ситуации, ожидание ребенка в ближайшем, рождение ребенка в ближайшем будущем. И в данном случае брак мы регистрируем в присутствии только вступающих в брак, без гостей, и вот сотрудник, и жених, и невеста. Таких браков зарегистрировано у нас в марте и апреле 120, там, где мы не смогли перенести сроки. То же самое происходит с заявлениями о заключении брака, которые поступили на май, их там не так много, и традиционно в мае брака всегда мало. Их 145, из них уже более половины согласовано с заявителями перенос их на более поздние сроки. Граждане наши внимательно, конечно, относятся к просьбам, понимая, что все-таки праздник, торжество, большое количество гостей, это угроза возможная здоровью и их, и гостям, и сотрудникам органов ЗАГС. Органы ЗАГС работают в настоящее время в режиме сокращенного времени приема граждан. Рекомендуем обращаться через портал госуслуг и приходить в назначенное время. Прием граждан осуществляется только с 8 до 12. Сами органы ЗАГС продолжают работать и далее полный рабочий день, потому что они выполняют поручения президента, опять же, в тех же рамках, которые определены мерами по урегулированию ситуации, в том числе возможности получения выплат гражданами на детей от 3 до 7 лет без обращения в органы государственной власти. То есть только обратившись с одним заявлением через портал госуслуг, для этого наши органы ЗАГС должны выгрузить в систему ЕГР ЗАГС, которая является базой для всех органов государственной власти, все актовые записи. Поэтому работа сотрудников органов ЗАГС в настоящее время идет достаточно напряженно и в режиме полного рабочего дня. В связи с такими поручениями. Граждан мы ориентируем и просим посетителей предварительно с нами согласовывать время, когда они приходят. Но вместе с тем, когда обращаются за регистрацией рождения, смерти, это производится в момент обращения. То есть это в пределах получаса, сама государственная услуга. А разводы? Расторжение брака тоже в том случае, когда есть возможность перенести его на более поздний срок. А это то расторжение брака, когда только фиксируется в ЗАГСе решение суда уже о расторжении брака. Там нет срока. Тогда соглашаются, если не безотлагательно, то на более поздний срок переносим. А если это заявление о расторжении брака супругов, которые обратились, не имея общих несовершеннолетних детей, в орган ЗАГС, то у нас возможности нет перенести срок. Поэтому они регистрируются. То есть если и будет бум, если можно так говорить, то он вызван просто переносом сроков с одних месяцев на другие, на более поздние. Да. Спасибо. Так, коллеги, идем дальше. Вот еще один уточняющий вопрос по разводам. ТАСС задает, насколько стало больше разводов в регионе по сравнению с прошлым и позапрошлым годом? Если есть такие данные. Данные, несомненно, есть. Оснований говорить о том, что разводов стало больше, их нет. Март у нас показал снижение к прошлому году на 15% количество расторгаемых браков. Если в 2019 году их было 870 в крае, то в марте 2020 года 738. Ну и за три месяца у нас тоже там снижение достаточно серьезное по этому показателю по расторжениям брака. Ну, что касается апреля, то здесь, конечно, вот тоже идет снижение. И оно объективно, потому что все-таки мы предлагаем обратиться с заявлением о расторжении брака в более поздние сроки. Тогда, когда режим самоизоляции, он закончится. Спасибо. Поэтому тоже снижение. Санна Викторовна, вот есть два вопроса у нас о центрах медиации. Комсомольская правда спрашивает, работают ли такие центры при ЗАГСах. Если да, то как за последнее время изменилась их нагрузка? Если не работают, то как это сказывается на работе, на зарплате работников ЗАГСа? И Амител и Елена Пацар тоже интересуются работой центров медиации. Ведется ли статистика, сколько пар удалось помирить с их помощью и остановить надвигающийся развод? Расскажите, пожалуйста. Тема для нас, скажем так, всегда была очень актуальная. Сокращение количества разводов мы достаточно много проделали для того, чтобы эти центры медиации запустить позапрошлым году. Очень активно они работали. В прошлом году медиаторы в органах ЗАГСа и эти центры тоже работали. И прошли процедуру медиации 47 пар. Из них половина отказалась от расторжения брака. И 21 пара получила консультации. В этом году значительно у нас сократилось количество центров медиации работают. Медиаторы продолжают работу. Сократилось количество обращений. В последнее время их порядка семи. В настоящее время в связи с введением режима самоизоляции работа этих центров приостановлена. По одной простой причине. Потому что процедура медиации требует обязательного личного участия супруга. Она дистанционной быть не может. Дистанционной она быть не может. В настоящее время у нас дистанционно работают с двумя парами психологи. Тоже мы в одном проекте с некоммерческой организацией. Когда мы оказываем на базе органов ЗАГС психологическую помощь. Поэтому психологи работают по скайпу с двумя парами. Что касается заработной платы работников ЗАГС. Здесь несомненно все без изменений. Потому что центры медиации. Мало того, что у нас чаще всего работают привлеченные медиаторы. И на безвозмездной основе в этих центрах. Наши медиаторы, у нас их совсем немного. Они помимо процедуры медиации осуществляют другие должностные обязанности. Понятно. Спасибо. Аксана Викторовна, вы уже говорили о регистрации ребенка и о регистрации смерти. Если есть что-то добавить. Интерфакс интересуется. Как долго теперь родители ждут получения возможности зарегистрировать, к примеру, рождение ребенка? И Амител спрашивает, как оформляют документы о рождении и смерти. Если что-то есть добавить по этим вопросам, то пожалуйста. Только уточнить, наверное. Уточнить, да. Сказав о том, что можно обратиться через портал Госуслуг. И определить время в органе ЗАГС. Единственное, нужно учитывать, что закон определяет, что регистрация смерти должна быть произведена в трехдневный срок. И регистрация рождения должна быть произведена в месячный срок. Конечно, здесь определенное время есть, и можно выбрать удобное время в месячный срок. Также можно непосредственно с 8 до 12 в любой орган ЗАГС по месту жительства обратиться и зарегистрировать в момент обращения и рождения, и смерть. Дополнительного времени никакого не требуется, не задействуются какие-то еще ресурсы. Поэтому полчаса это, наверное, максимальное время для того, чтобы государственную услугу эту оказать. Поэтому здесь ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Понятно, спасибо. Идем дальше. Такой вопрос задают нам Вести Алтай. Зарегистрированы ли в период пандемии дети с необычными именами? Не только в период пандемии. Дети с необычными именами у нас регистрируются всегда. Чаще всего, конечно, жители Алтайского края дают своим детям обдуманно и взвешенно традиционные имена. Это Мария, Александр, Елизавета, это наиболее популярные у нас имена, Михаил. Ну вот в период пандемии уже в этом году у нас в апреле есть факты регистрации. Вот необычные имена. Это Авигея, это девочка, Мила, Всевлад и Дэмиан. Наверное, на этом наши какие-то изыски закончились с именами. Ковидов нет? Нет, это точно. Потому что разговоры такие в народе, что есть дети с именем ковид. Ну нет, конечно, нет таких детей, регистрации таких детей не производилось. Поэтому тут точная информация, что их нет. Понятно. И еще вести спрашивают, увеличилось ли количество смертей пожилых людей по сравнению с тем же периодом прошлого года? И количество смертей пожилых людей у нас также не увеличилось по сравнению с этим периодом. В апреле, если брать вот уже, скажем так, разгар 2020 года, зарегистрировано 640 смертей лиц старше 65 лет. Аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 759 смертей этого же возраста. Смертность у нас, показатели по смертности достаточно серьезно снижаются. Поэтому и росты, и в этот период регистрации смерти лиц, достигших определенного возраста и его мира. Спасибо. И последний вопрос из тех, что нам прислали наши журналисты, он касается судебного дела производства. Дарья Хижняк с сайта Катунь24 спрашивает, я прочитаю. Президиум Верховного Суда и Президиум Совета Судей Российской Федерации подписали специальное постановление. Председатели постановили временно приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовали подавать документы только через электронный интернет-приемные судов или по почте России. Кроме того, в судах теперь будут рассматривать только срочные дела. Какой порядок обращения в суд действует на данный момент в Алтайском крае? Действительно есть такое постановление. Это постановление определяет в том числе работу и судебных участков в Алтайском крае, компетенции управления юстицией, организации деятельности мировых судей относятся. Приостановлен личный прием в судах, рекомендовано обращаться либо через почтовые услуги, то есть посредством почты, либо через интернет-приемный. Кроме того, судам рекомендовано рассматривать дела безотлагательного характера, дела, которые касаются защиты интересов несовершеннолетних, дела, по которым заявители выражают согласие рассмотреть дело в их отсутствии, приказное производство, рассматриваются грубые дисциплинарные проступки, административные правонарушения, ну и иные дела, которые касаются защиты конституционных прав граждан на свободу, и личную неприкосновенность. Кроме того, определено, что прием заявлений, которые поступают по почте, осуществляется в установленные сроки, почтовые все заявления рассматриваются, соответственно, суды правосудие отправляют. Поэтому на территории Алтайского края в ограниченном, наверное, все-таки таком режиме суды функционируют в настоящее время. Этот режим с 8 по 30 апреля определен. Также хотела отметить и тот факт, что количество обращений граждан за последний вот этот вот период, в том числе нахождения в самоизоляции в суды, он значительно увеличился. Увеличился? Да, тот объем, который поступил путем почты, передачи своих заявлений. Поэтому действительно увеличился. Спасибо, Оксана Викторовна. Вопросы наши исчерпаны. Коллеги, спасибо вам за вопросы. Продолжение следует...